Снова всем привет! И давайте сегодня разделаем сейчас одной порцией вопросов. Итак, погнали! Привет, Фред! Спасибо за ролики. Не за что. Что думаешь о индонезийских гитарах? Да, в принципе, то же самое, что и о китайских, и о любых других. То есть, если шлаг откровенно есть, я думаю, что более-менее нормальные гитары. Поэтому надо смотреть каждую конкретную. Фред, привет! Пробовал заниматься вокалом? Нет, никогда не пробовал. То есть, у меня тембр голоса, на мой взгляд, абсолютно не подходит для пения. И никаких абсолютно данных вокальных у меня нет. Поэтому даже мысли не было пробовать этим заниматься. Фред, покажи, как ты записываешь треки в Cubase, в нашем Windows. То есть, трек или риф с минусом, с нуля, с комментариями. Хочется посмотреть, как именно ты это делаешь. На самом деле, ничего особенного нет. Но дело в том, что такие видео очень трудно реализуемы. Объясню почему. Потому что, когда пишешь видео с экрана, то, как правило, программа, которая пишет видео, она может писать, допустим, звук с микрофона. Или можешь писать звук, например, гитары. А чтобы совместить все вместе, чтобы я мог нажимать, допустим, на play, слышать минус, чтобы вы его слышали, чтобы я играл на гитаре, это тоже было слышно. И к тому же записывался еще и комментарий с микрофона. Это очень трудно реализуемо. Поэтому такие видео делать достаточно геморройно. Так что, может быть, я когда-нибудь придумаю, как это так все грамотно замутить и оформить. Тогда сделаю, но я говорю еще раз. То есть, это просто реально не очень удобно. Как тебе мюз? Спасибо за видео, как тебе мюз? Честно говоря, я понимаю, что группа очень известная, но практически ничего не слышал, поэтому говорить не буду. Привет. Что думаешь про Майк Ланжело? Да ничего не думаю. То есть, очень быстрый чувак, трюкач, то есть, может там на правой рукой запилить, потом на левой рукой запилить. Но мне просто в гитарной рубке не так важна скорость. Мне важно именно качество этой рубки. Чтобы все было реально злое, напористое, с высеканием. У него я такого не замечал, поэтому как-то он так немножко мимо меня прошел. Так, вот есть длиннющий вопрос. Но я примерно помню смысл. То есть, смысл в том, что человек закончил консерваторию по оперному вокалу, и теперь, соответственно, гитара занимается лет пять, а классическая гитара занималась лет пять, сейчас взялся за электро, и все ужасно. Ну, естественно, будет ужасно. Все-таки другой совсем инструмент. Но, с другой стороны, если у тебя такой характер, как бы, бойцовский, если ты реально там и то закончил, и там, если ты реально достиг, просто мы же не знаем, как у тебя с тем же самым вокалом. То есть, есть же люди, допустим, которые закончили там музыкалку по скрипке, семь лет мочили, а в итоге на выходе ничего нет. Поэтому, если у тебя все круто, особенно вокалом, все круто с акустикой реально, значит, твой характер позволит тебе точно так же и оседлать электрогитару. Детали масса, это, блин, такой вопрос не ответишь, надо смотреть, что там именно происходит с медиатором и так далее. Посадка, я уже, по-моему, в прошлый раз отвечал, то, что, в принципе, если есть какие-то незажатости, неудобства, перекидывай на левую, ничего страшного нет. И на левую все будет намного более органично и, естественно, физиологически оправдано. Часто слышал, что поднимать темп метронома надо на 5 бпм, то есть 10 раз повторил идеально, поднял темп на 5. Имеет ли значение, какими длительностями играются упражнения? Восьми, триолями, 16 секстоли. Темп всегда на 5 поднимать? Да, всегда на 5, потому что, если, например, дошел до секстолей, то, значит, ты уже можешь вполне поднимать на 5, то есть, играешь 80, там, 85 и так далее. Бывает, конечно, ситуация, когда это не работает. Допустим, ты вышел, наверное, на 100 секстолей, ставишь 105, запарывается, а 100, получается, более-менее. Ставь 102, то есть, ты не знаешь, что ты никак не можешь поставить там 2 или 3, только вот 5 и все, нет. Можно, или, допустим, ты поставил 105 и сразу пошло раз, перепрыгни, попробуй поставить 110. То есть, такое вполне бывает, потому что человек, есть человек, он не может по какой-то настолько точной, одинаковой программе, одинаковый прогресс. Бывает то, что ты долбишься, долбишься, не идет, а потом раз, рвануло. То есть, это все обычные человеческие вещи. Так, доброго времени суток, Фред. На что обратить внимание при изучении сложных ритмических рисунков, как в Мишуге, например? Как в целом относишься к мат металла в целом? Все в музыкальной память, потому что какой бы ни был геморройный рисунок, естественно, здесь нет какого-то секрета запоминать их быстро, никакого нет. То есть, просто чем ты больше сыграл разных хитрых рисунков, тем ты быстрее их запоминаешь. У кого-то память музыкальная лучше, у кого-то хуже. Кто-то бывает тупит с простейшим рифом, кто-то бывает там реально сразу схватывает сложные рисунки. Это, по сути, к таймингу прямого отношения не имеет. То есть, это именно чисто ритмика, потому что там может быть любой какой-нибудь 7 раз долбанули, потом 9, потом 11, потом, не знаю, там 4, потом 3, потом 8. Это просто сидишь и запоминаешь. К такому стилю я отношусь положительно ко всему, кроме вокала. То есть, то же самое Мишуге я врубаю и просто вообще мочит все реально, ты пререшься, а потом начинается вокал, я вырубаю сразу же, потому что такого плана вокал я крайне не люблю. Гроулы всякие, какие-то отсутствия мелодии, поэтому я такие вещи выключаю. А, естественно, когда в какой-то команде есть настолько для меня запорное место, я просто слушать ее не могу. То есть, то же самое, например, мегаматериал, все там вообще убойный вокал, все круто, но он при гитаре мочит так вперед, что вообще просто жесть. Такую музыку, которую слушать не могу, это издержки профессии. То есть, у меня от один человек спрашивал, он говорит, а можно это вернуть назад? Я говорю, нет, нельзя, потому что он писал что-то вроде типа там, сначала перестал слушать Арию, потом перестал слушать Iron Maiden, теперь уже там, по-моему, и Металлику, и все остается, и все получается, что реально, когда ты в этот залез, ты как бы начинаешь разбираться, слышать, то потом у тебя просто половина музла срезается сразу, и остается какая-нибудь там только поп-музыка. Ну, на самом деле, не все так жестко, потому что полно все-таки, блин, груб с торшином, которые нормально валят, и металлисты, и рокеры. Но в общей массе, конечно, их мало. То есть, не знаю, там 5%, 10%. Ну, опять же, сейчас многие вещи выравниваются, поэтому для меня, например, не важно, что если, например, молодые пацанчики там якобы выпустили альбом, им там по 14 лет, и на альбоме просто дичайшая мясорубка, все орут, пилят, поливают, мочат. А приходишь на концерт, там... Ну, ничего страшного, блин, какая разница? Я же не концерт слушаю в машине, я беру конечный продукт, даже если его какой-нибудь хитрый дед продюсер свел и сам записал все, ну, какая разница? Продукт есть и есть. Так. Привет, Юра. Вопрос про легатные пассажи. Каких правил отталкиваться при выборе нот, которые стоит ударять медиаторам, какие играть хаммерами, пол-оффами и так далее? Если при медленной игре еще более-менее успеваешься бросить, то на скоростях полный ахтун. Спасибо. Ну, для меня легата, я считаю, что легата должна быть максимально легатистая. Поэтому, если кто-то обращал внимание, как правило, я многие легатные пассажи начинают сразу с хаммера из ниоткуда. То есть мне вот не нравится эта тема, когда тык, тык на одну ноту, а потом начинаешь легать, а потом снова тык. То есть есть, естественно, вертушки, допустим, там часто играются секстальные вертушки, когда у нас идет по три ноты, так-то, 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 так-то. И тогда, естественно, играем каждый первый медиатором. Я в таких случаях играю всегда вниз, вверх, вниз, вверх. То есть как будто это штрих. Если, допустим, играть шестнадцатыми, то же самое, я буду рубить вниз, то есть так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Каждый первый отмерять ударом вниз. Если там будет пассаж, не знаю, из сорока нот, один раз там, например, бах, потом пошло поливалово, естественно, там не нужно считать, что там сорок первый будет вниз или вверх. Там правило одно, всегда приоритет за внешним штрихом, потому что внешний штрих всегда проще. Если обращали внимание, то же самое Гилберт, он часто читит, то есть даже если вертушка, по идее, и должна по закону как бы начинаться с удара вниз, он начинает ее с удара вверх, для того, чтобы получился внешний штрих. Поэтому таких прям же супер жестких правил нет, но главное, чтобы это было удобно. Привет, как ты считаешь, насколько важно сохранить угол 45 градусов именно имея в виду игру как бы в гитару? При игре гамма-образных пассажей я заметил, что когда играю медиатором, относительно деки параллельно звук удара вверх и вниз менее отличается друг от друга, нежели когда под углом. И нужно ли считать это ошибкой? И пробовал ли ты играть как бы из гитары? Зеркальный там муконаправление в гитару, какое твое мнение? Обойми способами получается играть около сотни секстолями. Шестнадцатыми секстолями. Такого нет, шестнадцатых секстолей. Есть шестнадцатые триоли или секстоли? Заранее спасибо. Ну, здесь я снимал видео на эту тему. У меня было видео, два основных движения правой руки. То есть как раз в одном было рассказано, правда, это вот больше такой вертикальной составляющей, другое более горизонтально, более параллельно. От гитары, вот прям совсем, когда вот здесь рука прогнута, и вот, естественно, такое вот отковыривание, я не люблю, ну, то есть я так не играю, и мне это вообще не нравится, как выглядит. И, естественно, так мышцы более задраты и слабо работают. Плюс к тому же есть проблема, что если, допустим, взять гитару с тюниматиком, на которой, ну, струны подальше положены, тогда получается рука просто проваливается, и изгиб может вообще до такого доходить. То есть я, когда такие вещи вижу, смотреть больно. Поэтому можно посмотреть мое видео, где я объяснял разницу между более вертикальным движением и более горизонтальным. И я думаю, что все будет понятно, можно сделать выводы. Привет, скажите, как часто вы меняете струны? Допустим, заниматься 1-2 часа в день. Пользуетесь ли вы всякими жидкостями для очистки? Есть ли вообще смысл? Я играю на эликсирах. Эликсиры, ну, у меня держится огромное количество времени. Допустим, сейчас на актуальной гитаре, я покупал ее, по-моему, в октябре. Ну, честно, не буду брать, не помню. Но вот струны, там я поставил сразу эликсиры, те же самые стоят. То есть сейчас у нас, получается, разгар августа, и все то же самое, все звенит, брякает, потому что это эликсир. Я никогда не понимал, купить там, не знаю, пачку Контерни Бола за 300 рублей, и он тебе через 2 недели тухлый. Или купить эликсир за косарь, но он тебя будет звенеть просто, пока ты его не порвешь. Но если совсем там его засалить, не знаю, опять же, каким-то шурму съесть, и начать сразу мочить, тогда, конечно, будут проблемы. Но я всегда руки перед игрой мою, и я, по-моему, тот об этом говорил в предыдущем видео. Поэтому служат, пока не порвутся. То есть рекорд у меня, по-моему, года 2 по эликсирам. Потому что они, ну, просто звенят постоянно. Зачем их менять? На них появляется тут такая вот мех в месте рубки. Ну, а какая разница? Смотришь, ну, есть мех. А что, он на звук никак не влияет, поэтому это не проблема. Поэтому меняю только когда порву, потому что играю на эликсирах. Привет, Юра. Респект за видео. Вопрос такой, как бороться с гитарным перфессионизмом? Поясню. Наверное, я все время переслушал фирмачей, теперь все, что пытаюсь сыграть, звучит для меня, наверное, для меня. Криво и косо. Ну, не то, чтобы совсем плохо, но я сильно слышал разницу. Хотя знакомые музыканты говорят, что весьма это неплохо для моего уровня и времени игры. Но сам и не получает игре никакого удовольствия, потому что слышат только остальные разницы между собой и фирмачом. Вопрос сложный, конечно. Я в этом плане тоже по многим вещам так вот заморачиваюсь и понимаю, что все время запарка. Трек записал, понимаешь, здесь, там, не то, здесь, не то, здесь, не то. Понимаешь, что большинство слушателей, конечно, не услышат, но сам паришься. И поэтому часто я старые треки даже боюсь переслушивать, потому что ты такая обрубаешь, там вообще, там намочил, там то, то, там все. Поэтому это, я думаю, что такая врожденная черта сложная. Придется с ней жить. То есть, блин, здесь, наверное, ответ на какой-то вопрос нет. Просто это черта характера. Она и позволяет тебе развиваться, но она же тебе, естественно, немножко будет трепать нервы. Поэтому с этим просто жить, но, естественно, играть все равно, развиваться, дальше двигаться. Самое главное, это не делать такие вещи, типа, там, я косой-кривой, значит, гитару положу и буду себе чахнуть. Так делать не надо, конечно. Надо долбиться дальше. И, естественно, я думаю, что твой перфекционизм поможет тебе рвануть дальше быстрее, чем другие. Привет, Фред. Недавно подвернулось видео такого чувачка Buckethead. Слышал ли ты его? И что можешь сказать тебе в игре вообще? Кто он и почему в маске? Спасибо, с уважением. Мне очень нравится этот чувак в плане техники. То есть, я просто по альбомам... Я так понимаю, что он пишет там чуть ли не каждый сидели по альбому. Некоторые я включал, некоторые реально там есть хорошие вещи. Некоторые просто... Для меня абсолютно непонятно, что это. Как будто просто чувак взял, по гитаре потыкал и, соответственно, на любителя. Опять же, я не хочу никого обижать, потому что, возможно, есть фанаты у любого альбома, но... Я помню, в свое время понравился альбом Colma. Или Colma, не знаю, как он правильно читается. Реально такой прям эмбиентовый альбом, приятный. И, естественно, он технически адский зверь. То есть, я так понимаю, что он на зависть пропускает много лажей, потому что есть места реально как лажовые. Но может запилить так, что как бы реально там вообще просто жесть. Почему он в маске понятия не имеет? Надо читать его биографию. То есть, я не увлекался, потому что... Я в этом плане опять же возвращаюсь в гитарный профессионизм. Я люблю чуваков, у которых достаточно, допустим, того же самого Котсона, его, может сказать, нельзя так вот обосрать. То есть, просто нечего. То есть, того же самого Buckethead'а можно поставить кому-нибудь какой-нибудь альбомный удач, но люди скажут, что это вообще хрень какая-то. А Котсона, ну, человек, если скажет, что это хрень, значит, человек просто, извините, не разбирается вообще ни в чем. Поэтому про Котсона нельзя сказать, что он хрень. Там, про Andy Timmons нельзя сказать, что он хрень. Про Гилберт нельзя сказать, что он хрень. Поэтому я, все-таки, предпочитаю ориентироваться и слушать людей, которых ты подколоть никак не можешь. То есть, ты можешь подколоть там Гилберта, что он там худой, не качок, но это к гитаре отношения не имеет. А по гитарным делам ты его просто никак не подколешь. Ну, то, что он там ноты медленно не очень играет, но все равно это мелочь, поскольку все остальное у него настолько зверзкий, что, как говорится, придраться не к чему. Привет, что думаешь о гитаристах Slipknot? Мик Томпсон, Джим Рут. Джим Рут, я практически ничего не слышал. Мик Томпсон, я помню, это легендарное видео, которое сам везде обычно кидает, как пример мяса, где он сидит на студии и на белой гитаре вваливает просто такую жесть. То есть, просто реально с диким напором подачи, там, даунстрок, вообще просто искры летят. Но, с другой стороны, я помню, тоже был какой-то сраж на форуме, я это видео кинул, а какой-то чётчик кинул, говорит, а вот нас, смотри, пожалуйста, не так уж он крут. И кинул какое-то видео, там была какая-то школа или урок какой-то, и там реально все выглядело почему-то достаточно вяло. То есть, он как-то медиатор вот так вот держал по-другому. И звукоизвечение ватное, то есть, как будто, не знаю, не в духе было, или это какой-то прикол был, до продажи души, не знаю. Но разница была колоссальная, поэтому я даже не знаю. И тогда, что думаешь о других не метал-гитаристах? Корн? Ну, про Корн я в прошлый раз говорил, со Система Федаун я почти ничего не слушал, но, по-моему, там ничего особенного такого прям гилбертовщины, димансовщины нету. И лимбийский, ну, лимбийский ты эпатажный чувак. То есть, имидж, что дела, рифы, но, опять же, то есть, там каком-то таком владении инструментом говорить не приходится. Так, ладно, наверное, пока сегодня все. Пойду я немножко освежусь и скоро продолжим. Всем пока!